Привет с вас, мои дорогие зрители. Вы на канале Славянка Читает, и здесь мы о книгах разговариваем. Сегодня я расскажу о своих книжных приобретениях. У меня такая гора книг, что я даже поднять ее не могу, чтобы в кадре вам показать. Поэтому буду показывать постепенно. Начнем, пожалуй, с классики. А для этого нам нужно разгрести остальные книжки. Сейчас вот сюда перенесем. Значит, что касается классики. И когда-то я себе купила вот такое переиздание Томаса Мана Буденброке. Обещала начать читать, и что-то вот никак не сложилось. Что-то у меня не получается начать читать эту книгу. Но в ближайшее время надо все-таки к семейной саге Буденброков обратиться. И вот в том же оформлении, потому что мне нравится дизайн этой серии книг. На полках смотрится вот так прекрасно, красиво. Мне цвет нравится, синий и голубой. И, в общем, я купила, я приобрела новую книгу в этом дизайне. Это Рюноске Акутагава Вайрота Расимон. Акутагава – это японский классик, японский писатель. И, значит, ассоциируется с историческими рассказами и новеллами. Включая легенду в чаще, послужившую основой для сценария бессмертного фильма Ворота Расимон – Курасавы. Фильм я не смотрела и вообще не фанат Курасавы, если что. Мне просто стало интересно, что есть такой классик японской литературы, который пишет малую прозу, рассказы. А так как я периодически возвращаюсь к малой прозе, именно к классической малой прозе, кто со мной давно, тот знает, что мы на моем телеграм-канале вместе читаем периодически сборники рассказов разных классических авторов. От Чехова до Моэма, ну и там разные произведения. И вот пора пришла познакомиться с японским автором. Знаете, я уже прочла несколько его рассказов и хочу сказать, что какие-то рассказы мне очень понравились. Например, тот же «В чаще» – это какой-то мини-супер-детектив, настолько мини, что я даже удивилась мастерству автора, который смог вместить кучу событий в такой малый объем. И второй рассказ я прочитала «Вагонетка», но такой себе, знаете, наподумать, но не скажу, что прям я впечатлена. Впечатлена я другим, что автор действительно здорово пишет, то есть очень интересно. Ну, здесь еще плюс, конечно же, заслуха переводчика. Давайте откроем оглавление, посмотрим. Здесь, смотрите, разные переводы, но чаще всего Хузиятова переводила и Тор. И Тор – перевод Хузиятова и перевод С. Торы. Кто это? Мужчина, женщина? Не знаю. В общем-то, ну, я вот читала в переводе Хузиятовой, и переводчик действительно очень крут. Давайте я вам начало прочитаю, вот как. Вы просто должны понять вот такую вот прекрасность этого языка автора и переводчик, который поработал над этим. «Дело ворота Росимон» рассказ. «Дело было на закате. Один слуга решил переждать дочь под воротами Росимон. Кроме него, под массивными воротами и никого не было. Лишь одинокий сверчок сидел на столбе, с которого облупилась красная краска. Ворота Росимон находились в самом центре столичного города Киото, на улице Судзаку. Можно было ожидать, что хотя бы несколько горожан-женщин в широкополых соломенных шляпах или мужчин в мягких шапочках Моя Бебоси заходят здесь укрыться. Но нет, кроме нашего слуги, вокруг не было ни души. За последние 2-3 года на столицу обрушилось множество бедствий, землетрясения, тайфуны, пожары, голод. Так что пустые улицы стали делом обычным. В хрониках эпохи Хайян говорится, что в то время буддийские статуи и алтари разрушали, чтобы продать на дрова обломки, выкрашенные красной краской, и позолоченные или посеребренные были свалены грудами у дороги». Красиво написано. И, в общем-то, я знаю, что у многих есть свои любимые рассказы этого автора. Мне пока из прочинных понравился в чаще. Остальные я еще не читала, но читала, что... Ну, тут очень много рассказов, даже не перечитать просто. А еще мне нравится у этой линейки книг, во-первых, белые листы. Вот такие прям белые-белые хорошие листы с качественным пропечатанным шрифтом. И закладочки. Закладочки есть в стиле, в таком же мод. Видите? Замечательно. Так что в ближайшее время, возможно, возражу традицию чтения рассказов на своем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, ссылка будет в описании. Не пропустите. Следующие книги будут касаться, прежде всего, биографии. Значит, у меня тут скопилось несколько биографий. Я люблю читать биографию, вы знаете. В этом году прочитала два тома Николая Цискоридзе. Еще до этого читала биографии Никулина и так далее. В общем, мне нравится это дело. Вот у меня скопилось три огромные книги. Смотрите, какие они все большие с биографиями. Значит, эту книгу я уже вам показывала и начинала ее читать. И что-то она у меня пока останется. В общем, отложила ее на какое-то время. А тут, в общем-то, еще и две добавились книги. Смотрите, они как-то даже в похожем, в едином таком стиле. Черное, белое, такие приглушенные тона. Василий Макарович, Евгений Попов, Михаил Гундарин давно хотел почитать про Шукшина. Именно почему? Потому что, когда я читала мемуары Никулина о том, как они снимались в фильме «Они сражались за родину», Никулин очень хорошо отзывался о Шукшине и затраивал такие темы, называя Шукшина чуть ли не совестью и душой нашего народа. И мне так думал, вот я Никулина не после даже его биографии, а вообще, в принципе, люблю, уважаю как артиста, как человека, как циркового, как руководителя цирка, в общем-то. И его мнение для меня авторитетно. Плюс я в последний раз читала рассказы Шукшина, наверное, такие в студенчестве. А фильм, который последний смотрела, это «Калина Красная». Не скажу, что я прям фанат его фильмов, фанат его произведений. Нет, но как человек он мне стал интересен. И вот книга новая вышла автора Евгения Попова, Михаил Гундарин, Василий Макарович. Интересно то, что эта книга необычно написана. Я всегда думала, что произведения, воспоминания или биографии, они пишутся как художественная проза с отступлениями и всё остальное. А здесь написано так, как будто два человека сидят на кухне, налили себе чаю или бокальчик покрепче и обсуждают друг с другом биографию этого человека. И это действительно интересно. Смотрите, что они сами пишут в предуведомлении. Не предисловие, а предуведомление. Может возникнуть резонный вопрос. Зачем ещё одна книга про Василия Шукшина, если книга о нём и без того предостаточно, и среди них есть замечательные. Тем более, что некоторым совсем молодым россиянам его имя сейчас почти ничего не говорит. У них свои гуру из отечественных или зарубежных классиков монетизированной литературы, куда Шукшин не вписывается. Порой кажется, что Шукшин сегодня, невзирая на все фестивали, фильмы, диссертации, памятники, становятся уходящей натурой. Легендарная оболочка есть, а что под ней остаётся? Одно время думали, что всё. Ушла совесть, ушла советская власть, ушёл быт, ушли люди. Этот быт, населявший, от чего и мир Шукшина от нас как-то отдалился. А потом оказалось ничего подобного. Наши люди не изменились. Вот и мы хотим разобраться, каков Шукшин сейчас, в нашей очередной новой жизни, в 20-х годах 21 века. «Каким он был при жизни? Кто подсказал простому сибирскому Василию, что главное, не какой царь нынче правит Россией, и какой в ней общественное политическое устройство, а любовь, в немыслимых условиях любовь к родине, матери, женщине, землякам? Ведь только так может выжить страна и люди её населяющие». Ну то есть Шукшин актуален как никогда. И в общем здесь, я так понимаю, я уже начала читать, я всегда вам говорю о том, что я читаю. Значит, часть первая. Начало. Открываем. Здесь у нас хроника. Краткое содержание по годам. Год рождения, 29-й, и до 53-го, где он получает аттестат зрелости. Значит, и вот глава первая «Планета Сибирь». И сразу начинаются диалоги. То есть один автор говорит, «В мире нет ничего случайного, и Радис Шукшин не в Сибири. Это был бы совсем другой писатель и кинематографист». Его товарищ отвечает, «Не просто в Сибири, но на Алтае, а это особый регион, и Сибирь, и вроде не совсем Сибирь». Некоторые исследователи сегодня утверждают, что как раз Алтай Шукшин любил, а Сибирь в целом, так сказать, оценивал объективно. Видел плохое и хорошее. Потом опять диалог. Шукшин и Алтай оценил не объективно, судя по персонажам. Но Сибирь действительно сама по себе отдельный регион. Как отдельными регионами в России являются Средняя полоса, Кавказ, Юг. Мы много лет прожили на Алтае, и надеюсь, согласитесь, что мой Красноярский край и ваш Алтай – это скорее подрегионы особого региона. Сибиряк, он и в Нисейский Сибиряк, и в Абакане, и в Барнауле. Короче, здесь получается такой, значит, подкаст в книге. Если любите слушать подкасты, когда герои общаются к Сусью, я бы, наверное, послушала своих подкастов. Может, уже есть? Надо посмотреть в интернете. И, в общем, они общаются на разные темы, которые будут связаны с жизнью Шукшина. Кто уже полностью прочитал эту книгу, говорят о том, что в книге очень много разных отсылок к жизни Шукшина, к его книгу. Мне нравится такой зеленый цвет. Прям обожаю вот этот вот такой вот зеленый цвет. Просто вообще эстетика книги просто шикардозная. Прям мой стиль. И в центре еще, смотрите, в центре вклеечки. Вклеечки невероятные с красивейшими, просто красивущими фотографиями жизни Василия Макарыча. В общем, я говорю о том, что вот такой бы подкаст я послушала, но многие, кто читали, говорили о том, что если вы не знаете биографию Шукшина, то есть вообще ни слова о нем не знаете, то вам будет трудно воспринимать эти рассуждения. Но я не знаю. Я не подробно изучала Шукшина и его биографию. Я знаю, кто он, я знаю, откуда он, я знаю, какие он произведения напечатал и какие фильмы он снимал. В принципе, вот на этом мое знание о Шукшина заканчивается. Поэтому почитаю и скажу вам, что я думаю. Стоит, не стоит. Еще одна биография, которую я очень ждала. Когда она ко мне пришла, я такая, что? А на сайте как бы я не думала, что это такого размера. Ну, как говорится, какого размера личность, такого размера и объем его биографии. Вот, пожалуйста, посмотрите. То есть это вот размер. Просто для сравнения. Вот. Размерчик. Как бы. Здесь, ну, кроме того, что здесь суперобложка. Вот она потом снимается. И вот такая простая книжка остается. Вот книжечка такая, ух. Давайте оденем обратно суперобложку. Несмотря на то, что книжка такая объемная, она легкая, потому что листы сделаны матовыми и не очень толстые. Они специально, видимо, сделаны. Потому что если сделать листы более такими плотными, глянцевыми, то мы бы ее вообще не подняли. Она же бы просто... Давайте посмотрим, сколько здесь страниц. Ну, 700, 715 страниц. Из них практически 100 страниц. Это всякие ссылки на всякие исследования, на источники, на интервью. Это в конце 95 глав. Я вот думаю, почему 95? Почему не 100? Можно было бы уже и 100 сделать. Просто чтобы... Давайте посмотрим, какие главы. Ну, здесь биография, конечно же. И здесь, смотрите, в этой книге, в отличие от многих биографий, в клейке фотографии не сделаны. Здесь прямо вот фотографии. Вообще интересно, смотрите. Разберем. И тут такое... Хопа! Такая картина. Что это, я даже не знаю. А теперь с обратной стороны, другая картина. Хопа! Еще одна такая большая фотография. Ну, как бы тоже очень классно сделана книга. Значит, здесь вот так вот сделаны фотографии. То есть, они прямо в текст вставлены. Вот прям в текст вставлены. Множество фотографий с подписями и так далее. Актуалочка. Актуалочка. Так вот, смотрите. Я буквально на днях узнала, что Маска выпустила робота. Какого-то помощника для дома. Прям Android супер. Мне напомнил сразу игру Detroit Become Human. Или, знаете, фильм про Я-робот. Как бы очень-очень прям такой вот отдает такой вот запах будущего, который уже сейчас наступает. Ну, и плюс он показал беспилотное такси, беспилотное автобус, по-моему, беспилотный. Ну, и этот робот, конечно, поразил. И вот как раз эту книгу он получил. Думаю, ну, это просто вот оно. В общем, я открыла на рандомной странице. Просто вот раз, раскрыла посередине. Думаю, о чем мне тут попадется. И мне попалось несколько коротких таких зарисовочек. Первое это вот это о любви, значит, маска с Эмбер Хёрд. И, в общем-то, знаете, тут такая Эмбер Хёрд, да, та, которая, значит, какашница, ее теперь все называют после скандального развода с Джонни Деппом и суда. Так вот, что такого вот прям интересного он нашел в этой Хёрд? Они просречались совсем недолгое время. Он где-то около полугода, наверное, таки. И, в общем-то, брат его и родственники все сказали, что Эмбер, он нашел элемент безумия какого-то, который нужен любому творцу. И вот многим творцам это безумие отдается с помощью наркотических средств, алкоголя или еще чем-нибудь, там, знаете, такого адреналиновых каких-то приключений. И вот Эмбер была как бы адреналиновым приключением. А на самом деле она, конечно, ужасная женщина с ужасной нарушенной психикой. И все это отмечают единогласно. А когда у самого маска спросили, почему он совершает такую ошибку с женщинами, он ответил, потому что я в любви дурак. Я часто оказываю дураком, но в любви особенно. Ну, молодец, признает свои проигрыши. Значит, дальше мне попалась статья от наневадской гигафабрики. Гигафабрики. Я даже не знала, что есть такие гигафабрики. И здесь рассказывается о том, как он в 2017 году, значит, начал выпускать Tesla Model 3 5000 экземпляров, значит, в сутки. Как это было сделано, как разгонять эту ситуацию. И, в общем-то, интересно было это с точки зрения руководителя предприятия, что он сам плывал на предприятии, очень интересно в мельчайшие детали вникал. И если его что-то не устраивало, он тут же это менял. То есть он человек какой-то порывистый, я так поняла. Вот, например, смотрите. Когда в Неваде завершалась сборка аккумулятора на контакты, которые затем использовались для подключения этого аккумулятора в автомобиле, надевались маленькие пластиковые колпачки. Когда аккумулятор попадал на автомобилестроительный завод в Фримонте, пластиковые колпачки снимались и выбрасывались. Иногда колпачки в Неваде заканчивались, и отправка аккумулятора из-за этого задерживалась. Когда Маск спросил, зачем вообще нужны эти колпачки, ему сказали, что их разработали, чтобы контакты не погнулись при транспортировке. Кто выставил это требование, спросил он. На заводе попытались выяснить, кто ввел установленные колпачки, но конкретного имени найти не могли. Тогда избавьтесь от них, велел Маск. От колпачков избавились, и оказалось, что проблема с погнутыми контактами вообще никогда не возникает. И вот сам Маск пишет о себе. Когда проявляешь нисхождение к людям, говорит Маск, оказываешь медвежью услугу десяткам других, кто работает хорошо и пострадает, это если я не исправлю проблемы на отдельных участках. В общем-то, как бизнесмен, как руководитель бизнеса, есть чему, и это только кусочек. Кстати, читается очень интересно. Вот этот автор Уолтон Айзексон, который написал эту биографию, он до этого написал биографию Стива Джобса, и, по-моему, еще какого-то известного, известного человека в мире бизнеса. Читается очень хорошо, очень легко. Единственное, что меня немножко смутило, когда я читала историю про Эмбер Хёрд и ее отношения с Маском, там уж слишком, знаете, слишком вот так вот все выверено, чтобы, не дай Боже, никого не обидеть. Ну, сказали бы, что она психопатка ненормальная, так это все уже знают после суда Джонни Дэбом. Нет, там вот как-то вот обтекаемо так вот написано. Ну, ладно, спишем это на то, что автор все-таки выпускает свою книгу, прежде всего, для американской аудитории, а там нельзя прям вот, знаете, правду называть правдой, как говорится, а то тебе прилетит от поклонников той же Хёрд или еще там от кого. В общем, что мне интересно в этой книге? Во-первых, узнать биографию, ну, не то чтобы прям ранние годы жизни, мне это не очень интересно будет, а вот именно как человеку, а его считают енем современности, и как бы нельзя сказать, что это не так, как к нему приходят эти идеи, как он построил этот бизнес, как он руководит этим бизнесом. Мне это, прежде всего, интересно не потому, что я собираюсь сама свой бизнес и так далее открывать, а просто интересно будет для моей профессии, я работаю преподавателем, и как бы когда мы здесь с детьми проходим экономические темы разные, приводить примеры, как работает экономика, как работает бизнес, как работают предприятия, и, в общем-то, человеческие решения, и финансовые решения, в том числе, я думаю, я найду здесь много интересного. Вот, начиная уже с гигафабрики в Неваде, уже оттуда, из маленького кусочка, я уже два фрагмента себе пометила. То есть настоящий болеет, тот человек, который болеет за свой бизнес, свое дело, сам вникает в мельчайшие детали и расстается с теми сотрудниками, которые тянут всю команду вниз, не сожалея об этом. В общем, если читали эту книгу, скажите, как она вам. Ну, а я хочу, чтобы вы выбрали, какую же биографию мне читать первой, то есть о ком из трех классных мужчин вы хотите узнать в первую очередь. Для этого в Телеграме будет создан опрос, проходите туда, голосуйте, и эта книга окажется в ближайшем прочитанном. А мы идем дальше. Дальше у меня историческая книга, о которой я уже рассказывала в одном из видео, по-моему, ну, я как-то быстро там ее о ней рассказала, это мне прислал человек, который увлекается историей, болеет за историческую достоверность книжек, в общем-то, Михаил Филиппов «Осажденный Севастополь». Я даже, честно, не знала, кто такой Михаил Филиппов, а это, оказывается, классик русской литературы 19 века, которого хватилил сам Лев Николаевич Толстой. То есть Толстой прочитал книгу Филиппова и сказал, что в ней все правда. Мы знаем, что Толстой вообще-таки сам был участником Севастопольской осады, сам был участником Крымской войны. Поэтому будет с удовольствием, я рада, что такие книги пересдаются. Это классика, историческая классика про «Осажденный Севастополь», исторический роман. Видите, какой качественный шрифт, какая белая классная бумага, толстая такая книжечка. Читается, говорит, хорошо, но посмотрим, что в ней тут интересного будет. Следующая книжечка, я бы тоже назвала ее, ну, не совсем-таки исторической, но исторической, потому что называется она «Жила-была девочка по повести о детстве, прошедшем в Советском Союзе, или в СССР, Виктория Треллина». Девочка здесь, Виктория, я так понимаю, автор, она собрала свои дневниковые записи, которые, видимо, вела в какое-то время, подростковый период, может, юношества, и эти дневниковые записи обубликовала в виде книги. Я, как ровесница Виктории, здесь выводились 208 страниц, как ровесница Виктории, в общем-то, уже пролистала книгу и пищала от восторга, потому что «Ааа, это же все мое! Я тоже так делала! Я вообще просто невероятно!» Вот эти вот как бы газеты, которые мы выписывали, эту трушанину, мы читали, вот помните, роман газета, дневники, которые мы вели, боже мой, приватизованные чеки, ваучеры, МММ, резиночки эти разноцветные. Единственное, о чем я сожалению, ну почему не сделали цветные картинки, почему они черно-белые? Ну, я понимаю, почему, потому что, чтобы книга не была слишком уж дорогая, но я помню этот журнал «Ровесник», вот этот магнитофон был у моих родителей, программа «До 16-ти старше», вот это или на ребята, которые смотрели, шли гулять и так далее, в общем, ну просто невероятно. Апельсиновые жвачки «Дядька с магнитофоном». Я вожу Славку в первый класс, потому что он младший, а я третиклассница, и уже даже не хочу, уже даже не хожу на продленку. После третьего класса я пойду сразу в пятый, прям как я. У нас тоже была программа, когда мы из третьего сразу в пятый стартанули. А после десятого пойду еще и в одиннадцатый, прям как я. Странно придумали эти взрослые девушка, а дедушка тоже считает, что странно. Славка я тоже с продленки забираю, потому что одной скучно сидеть в пустой секции. Мы идем мимо мусорных баков, доедаем столовскую запеканку, которую этот балбес с утра таскал в портфеле, прям незавернутую, а в гастрономе продают мятные жвачки, говорит Славка, вокруг рта у него крошки, по шесть подушечек в зелененькой упаковочке. Я молчу, потому что не умею есть жвачки, и денег у меня всего лишь 12 копеек на пирожок или мороженое. Я куплю себе пять упаковок, нет, шесть, Славкины слюни летят на мою запеканку. Из жвачек можно дуть пузыри. Лучше бы ты уроки учил, говорю я обиженно. Первое, что пришло в голову, одновременно потихоньку разжимаю пальцы, кусочек запеканки падает на асфальт. На прошлой неделе к маме в гости приходил дядя Грузин. Может быть он и не Грузин, конечно, но очень похож. Имя у него какое-то незапоминающееся. Обычно я не люблю, когда к маме приходят в гости мужчины. Я неожиданно для себя начинаю плакать и грублю им. Но дядя Грузин мне нравился. Он очень веселый и приходит больше ко мне, а не к маме. Он приносит настоящий магнитофон и записывает мой голос. Я слушаю Катюшу в своем исполнении и смеюсь от удивления. Так вот, дядя Грузин на прошлой неделе принес мне жвачку, пластиночку с оранжевой, с незнайкой обертки. Я вышла с ней в коридор, но в секции, как назло, никого из друзей не было. Пришлось лакомиться этим чудом в одиночку. Я глотала апельсиновые слюни, пытаясь наконец-то оживать угощение, но белый комочек даже не становился меньше. К концу дня у меня уже болели скулы. Решив, что правильно оживает жвачку недоступная наука, я проглотила ее. Предварительно скота воз нее серый шарик. Ну, не выбрасывают же такое сокровище. Ну, и так вот, так я понимаю, просто это вот книга из серии ностальджи, о Севисонье и так далее. То есть ничего прям цельного художественного в ней нет. Обычные дневниковые записи, воспоминания, фотографии, еще и авторы и так далее. Но опять-таки мне, в силу того, что я преподаватель истории, когда мы будем с ребятами изучать 90-е, это прям вот очень хорошее подспорье показать, что из себя представляли 90-е. У меня, кстати, уже вторая книга про эту эпоху. Первая, это у меня Сенчин и его книга 90-е. Там у меня два рассказа на обсуждение выбранных с детьми. А здесь просто полистать картинки, почитать небольшие записи и составить представление, чем жили люди, подростки, хровезники в это время. Это классно. Следующая книга это Светлана Волкова, автор. Книга называется «Великая любовь Оленьки Дьяковой». Когда анонсировали всю книгу, я нашла отрывок, прочитала, и мне очень понравился слух автора. Я поняла, что я хочу почитать эти рассказы вот именно не из-за содержания, а из-за красивого русского языка. Автор стилизует свои произведения под старинный язык. Это рассказы, которые повествуют о жизни людей в 20-30-е годы 20-го века. И, в общем-то, я так понимаю, слух она стилизует тоже под это время. Некоторые ругаются, говорят, что «А Куприн и Бунин всё равно лучше писали. Да ради бога, читайте Куприна и Бунина. Зачем вы сравниваете?» Но мне очень понравилась эта книжка. И, в общем-то, давайте я вам нач... А, ещё. Значит, я вообще фанат нестандартных начал в книгах, в рассказах, вообще везде, в фильмах, неважно. Мне очень нравится, что есть авторы, которые могут зацепить с первой или второй строчки произведения. Так вот, многие рассказы Светланы Волковой именно такие. Ну, например, смотрите. Вот, прям открываем первый рассказ. «Лукавая хирургия» начинается, называется рассказ «Начало». В кантун Пасхи 1913 года студент последнего курса Императорской военно-медицинской академии Митя Саладов выкупил себе личного покойника. Что? Куча вопросов сразу. Что за покойник? Зачем он ему нужен? Куда он его понесёт? И так далее. Дальше. 165-е. Сейчас. Глаза бездонные. Жизнь молоденькой прачки Наташки малорадостная, но хотя бы не голодная. Круто изменилась на исходе 1916 года в самый канун Рождества, когда она выстирала белую манильскую шаль генеральской вдовы Патрикеевой. Тоже тысячи вопросов хочется ответа на эти вопросы тут же узнать. Дальше. Ещё один рассказ. Квадратный пуговик называется Нет, это не то. Вот про зефир. Коробка зефира. Почему Сева Гинсбург вышел в этой истории целым и невредимым, а стал загадкой для всех? В общем, одно предложение, начало каждого рассказа, одно предложение, которое уже так цепляет, что просто хочется начать, продолжить это читать. Давайте вот просто смотрите, как красиво, какой красивый язык у автора, как красиво она пишет. В канун Пасхи 1913 года студент последнего курса Императорской военно-медицинской академии Митя Солодов выкупил себе личного покойника. Покойник стоил ему целых два целковых, ещё полтинник Митя заплатил сторожу, чтобы тот открыл в час ночи двери анатомического театра при академии и держал язык за зубами. И рубль запросил санитарал Лавруша, который должен был подготовить тело, а после операции убрать и вымыть стол. Деньги Митя одолжил у своего попечителя барона Сашки Эльсона, картёжника и бомбивана, иногда снабжавшего её рублём на водку и дамские утехи. А задумки своей Митя, само собой, Сашки не поведал, потому как барон, хоть и признавал современную медицину и пощерял учёбу в академии, но был человеком суеверным, а по части экспериментом с трупами так вообще дремучим. В память о Митином отце, которого Сашка знал и любил, подопечному ещё перепал золотой портсигар, который Митя не веревался продать и расплатиться с долгами, тянувшимися с Рождества. В общем-то, такой, знаете, вот реально под стиль того времени. И все рассказы, а их тут немножко, книжка небольшая, всего здесь у нас 285 страниц, по-моему, пять всего рассказов, и плюс она лёгенькая, такая маленькая, в сумку вообще поместится. Листы такие приятного цвета, топлёного молока. Шрифт крупный, если что. Прочтутся очень быстро, на одном дыхании. Опять-таки, возвращаемся к моему телеграмму, где я собираюсь эту книжку по рассказам разбирать. То есть, буду читать каждый рассказ и своё впечатление об этом рассказе оставлять. Поэтому подписывайтесь обязательно. Следующая книжка тоже похожа на предыдущую своей лёгкостью, своим размером и даже по цвету чем-то. Это Вирджиния Гримальди, это «Останется с нами». Вирджиния Гримальди — это романистка французская, которую любят во Франции. А я недавно познакомилась с её произведением, прочитала, по-моему, уже два рассказа, два романа. Я хочу сказать, что она пишет лёгкие женские романы, такие вот, знаете, которые заставляют верить в хороших людей, верить в счастье, верить в то, что будет всё хорошо. Значит, мне очень нравится в этой книжке оформление. Ну, тут, понятно, это можно снять. Смотрите, как будто подписи, сделанные, собственно, авторской рукой и ручкой. И здесь тоже, да, вот такие подписи. Значит, это история о том, как встретились три одиночества и об их совпадениях, которые кажутся неожиданными, но только на первый взгляд. Ирис 33. Она несёт за собой тяжёлый багаж из прошлого. Тео 18. Он старается ни о чём не мечтать, потому что знает, как бывает больно, когда мечты не сбываются. Жанне 74. И на свою жизнь она смотрит только в зеркало заднего вида. Ничто не предвещало их встречи, но случай собрал их под одной крышей. Так загадочные молодые женщины, дерзкие юноши и сдержанная пожилая дама оказались в общей квартире, где их ждёт много сюрпризов. Завтра наступит другая жизнь, но в одном я уверена. Некоторые связи ткутся десятилетиями, другие быстро становятся нерушимыми. Что бы ни случилось, это останется с нами. Шрифт огромный просто. Книжка тоже небольшая получается, 374 страницы всего. Здесь лёгкий юмор, жизнеутверждающая история, прекрасный язык и необычные персонажи. Всё, что я люблю в Веншине Кремальте. Следующая книга невероятно красивая. И честно признаюсь, здесь сыграла большую роль обложка для меня, потому что, не знаю, нейросетью я рисовала или не нейросеть, но очень красиво, посмотрите, да. Это исторический роман, вернее, это роман на основе истории создан. Не скажу сказать, что это прям как та книга про Севастополь, прям достоверно. Нет. Значит, авторы — это Маделин Мартин. Все поклонники романа «Весь невидимый свет» и «Татуировщик Азоцвенцева» заценили этот роман. Ну, что я хочу сказать. Не «Татуировщик Азоцвенцева», не «Весь невидимый свет» меня вообще не впечатлили никаким образом. Интересно, что же будет в этом романе. 1943 год, Вторая мировая война. Библиотека Рява Харпера оказывается в незнакомом Лиссабоне с секретной миссией. Её задача — искать правду, скрытую в зашифрованных подпольных изданиях разных стран. Ава с трудом покинула тихие коридоры библиотеки Конгресса США, но дорогие её сердцу книги всегда с ней, в её воспоминаниях. Они ниточки, связывающие её с домом, а ещё что способ отличить своего от чужого. Сердце француженки Эллен Беланже болит за родину, и как только у неё появляется шанс стать частью сопротивления, она тут же хватается за него. Но эта возможность дорого ей обходится. На Эллен возлагают важную миссию, ей предстоит шифровать сообщения, маскируя их под ничего не значащие статьи в подпольной газете. Вскрыть этот шифр под силу только человеку, знакомому с шедеврами мировой литературы. И кто справится с этой задачей лучше, чем библиотекарь. В общем, я так понимаю, что эту книгу ждёт экранизация, потому что завязка прям реально такая киношная, шпионского детектива какого-то на основе исторических событий. Не жду ничего прям исторического от этой книги, потому что понимаю, что будут там косяки, как всегда, жду просто лёгкого приключенческого романа и надеюсь, я его получу. Листы такие, знаете, тоже молочного цвета, очень тонкие, книга лёгкая. И, в общем-то, будет, я так понимаю, повествование вестись от двух линий. То есть, вот у нас получается здесь библиотекарь Ава и француженка Эллен. Одна будет писать, а другая расшифровывает то, что первая написала. Ну, в общем-то, любите исторические любовные романы, детективы, шпионские серии какие-то. Вот это вот оно. И последняя на сегодня книга это классическая фэнтези. Хотя не могу сказать, что прям классическая фэнтези, но заявка на большой цикл. Это Кассандра Клер и книга её «Ловец мечей». Значит, она уже создала один цикл, который называется «Орудия смерти». Я их не читала. Вообще, как-то думала, что Кассандра Клер это больше для подростков книга, но, понимаете, я когда прочитала аннотацию, я такая, ну, в принципе, мне такое интересно. В оживлённом городе государстве Костелан аристократов и бедняков объединяет одно. Постоянная жажда власти, богатства и острых ощущений. Серёта Кел оказывается от уровня привычной жизни. Ему предстоит стать ловцом мечей, двойником наследника престола, принца Конора Аурелиана. Они с Конором близкие, как братья, но судьба Келла умереть за принца. Другого будущего быть не может. Лен Кастер врач из-за небольшого сообщества, члена которого обладает магическими способностями, но не имея доступа к запретным знаниям, она не может вылечить своего друга. Не помогают даже все её знания. Неудавшиеся покушения на принца сводят Лен и Келла вместе. Теперь они втянуты в противостояние с таинственным королём старьёвщиков, правителем преступного мира Кастеллана. Я когда почитала, что эта книга понравится фанатам Робин Хобб и его линейки про убийцу, и я такая, так это же я, фанат Робин Хобб и её линейки про убийцу. Говорят, что эта книга неспешная, очень медленно развиваются события, больше психологизма, переживаний героев, описаний всевозможных. То есть, то, что нравится мне у Робин Хобб, если это психологизм, вот это такой, значит, разбор вот этих всяких мыслей, разбор вот этих всяких интересных поворотов и в голове у персонажей побывает, то это то, что надо. Плюс книжка очень красивая сама по себе, чистые белые листы. Единственное, пугает, это, конечно, объём. Но с другой стороны, если вы читали Робин Хобб, то объёмы вас пугать вообще не должны. Здесь, кстати, на фразе карта и здесь карта. фразе карта. В общем, вас объёмы пугать не должны, поэтому дума, что я же уже Робин Хобб, знаете, сколько, шесть книг из её огромных циклов прочитала, и ничего мне нравились, особенно если очень увлекается, читается очень быстро. Здесь у нас, сейчас скажу, 700 страниц практически, вот такая, ну такая тяжёленькая такая, смотрите, у меня сегодня прям эта кофточка в стиле этой книги, мы прям подходим друг к другу. Так вот, значит, книга Кассандры Клэр, это фэнтези, которая, значит, остаётся на закусочку у меня, первый раз знакомлюсь с автором, если вы читали её предыдущие книги, это вот, это Орудие Смерти, да, стоит ли, может, их сначала почитать, хотя это абсолютно новый цикл, она говорит, что будет продолжение, он уже пишет вторую книгу, или уже написал вторую книгу, уже точно не помню, но, в общем-то, пишите в комментариях, какие книги вас заинтересовали, а может, вы уже что-то читали из моих новинок, да, тоже пишите в комментариях, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами была Славянка, пока-пока!